Помимо любителей спорта, есть ещё одна категория людей, которые с нетерпением ждут очередной Олимпиады. Это коллекционеры значков. Вот и сейчас фалеристы со всего мира съехались в Лондон, чтобы пополнить свои коллекции. Игры только начались, но торговля и обмен значками Олимпийских игр самой разной давности уже идут полным ходом. Дженнифер в этом увлечении – новичок. В её коллекции пока только 10 значков. «На самом деле, я начала сегодня. Поэтому не могу считать себя коллекционером. Но это действительно интересно. Так здорово находить значки других Олимпийских игр. Я-то была только на этих. Это как приобрести частичку истории – те разные места, куда ездили другие люди. Это интересно». А вот Дуга Каплана можно назвать коллекционером-ветераном. Он собирает значки, начиная с Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе. И в этом году торговое место в Олимпийском парке забронировал задолго до начала игр. «Дома у меня их, наверное, несколько тысяч. У меня есть полотенца, подобные пляжным, с каждой Олимпиады, с логотипом. Я прикрепляю на них значки разных игр, так что все стены дома увешаны такими полотенцами. Мои друзья считают, что я не в себе». А это торговые развалы за пределами Олимпийского парка. Фредерико Гарсия рассказывает, что начал собирать значки ещё в детстве. «Я собираю значки уже 20 лет. Начал в Барселоне в 1992 году ещё ребёнком. Для меня это хобби. У каждого значка своя история, так что это действительно интересно. Мы хорошо проводим время, встречая людей со всего мира». Коллекционеры обмениваются значками между собой или же продают их по доступной цене. Исключение составляют лишь те редкие персональные значки отдельных спортсменов. За такими здесь идёт настоящая охота. И стоят они целое состояние.